Фотография разрушения, которое принято, принес Челябинский метеорит, который оказался обыкновенным хондритом. Я вам говорю, что все метеориты еще имеют подтипы. Вот обыкновенных хондритах это LL и LL под разными номерами. Вот этот метеорит LL-5, который в коллекции у нас не встречался ранее. Поэтому в этом отношении там огромное количество вещества было собрано. Потому что, по счастью, он развалился в атмосфере, и больше его частью упала в озеро, Чебаркуль. И было собрано, вот видите, 654 килограмма от самых осколок, 570. Этот осколок как раз и был извлечен со дна Чебаркуля, достаточно оперативно. Разрушений он никаких не принес, кроме выбитых стекол. Ну, в общем, ничего, кроме, помните, крыши еще где-то были снесены. Ну, это результат взрывной волны, вот этого взрыва, который произошел в атмосфере. При входе его в атмосферу и развала на многочисленные части. Ну, по счастью, это было в то время, когда двигались машины. У всех есть эти самые видеорегистраторы, фотографий было сделано великое множество. Очень быстро удалось вычислить орбиту и так далее. И в этой работе принимали большое участие наши. Участие в лаборатории, тогда лаборатории Михаила Александровича Назарова. Они туда выезжали. И, ну, в общем, какая-то часть, если что, есть и в нашей метеоритной коллекции, в которой, напомню, есть музей метеоритики на третьем этаже. Очень рекомендую туда сходить. Там прекрасный экскурсовод Анна Николаевна. Она все вам расскажет про метеоритов. Вот помимо астероидов, главного астероидного пояса, есть еще группа астероидов, которые называются околоземные. Они расположены непосредственно и вблизи орбиты Земли. И представляют собой в основном осколки тех тел главного астероидного пояса, которые были ударно разрушены. В результате этого была изменена их орбита. И вот в результате традиционного воздействия на них Солнца, Земли и других планет совместно, вот они оказались на околоземной орбите. Ну, по то, что я говорю, подкрепляются видом этих астероидов. Видите, это огромное, значит, содержится большое количество удавных кратеров. И вообще это, конечно, обломки. На данный момент известно порядка 15 тысяч околоземных астероидов. И вот на этой диаграмме вы видите, что это показано, сколько астероидов было найдено в данный год. Вот эта вот такая диаграмма открытия новых астероидов. Вот красным обозначен астероид, диаграмма которой больше одного километра. И можно увидеть, что примерно с 2007 года количество этих астероидов неизменное. То есть все, что больше одного километра, уже открыто, запротоколировано и за ними наблюдают. А вот мелкие астероиды, их количество растет по экспоненте. Но, тем не менее, к 2020 году НАСА планирует обнаружить порядка 90% всех уголоземных астероидов с диаметром больше 140 метров. Почему так? Да, ну вот кроме того, что их обнаруживают, их еще и изучают. Очень интересные были космические экспедиции. Существует такая программа НАСА-НЕА, которая наблюдает именно за этими астероидами, наблюдает за их орбитами. Но и был отправлен зонд Шумейкер к одному из этих астероидов, Эрос называется. Он всего-то 34 километра после, с наибольшим размером. И он совершил на этом астероиде посадку. Ну, вы можете себе представить. Это где-то там, в космическом пространстве, тело в 30 километров, и на него была совершена посадка. Японцы, которые вообще очень много внимания уделяют именно околоземным астероидам, у них это основное направление космических исследований, они тоже совершили посадку на другой, правда, астероиды Такаба, которые полкилометра в длину совершили посадку, взяли пробы и вернулись на Землю. Ну, там, правда, были всякие проблемы, но они планируют это дело повторить. То есть эти астероиды как бы осваиваются, осваиваются. Ну, наблюдая эти астероиды из Земли, в частности, тот же самый астероид Такаба, по наблюдению астероида Земли, оказалось, что он как бы состоит из двух частей, которые имеют разную плотность. Более плотная часть и менее плотная. Вот наличие у тела, то, что эти тела состоят как бы из двух частей, то, что эти части сумели соединиться, не разрушив друг друга, говорит о совершенно особенных условиях их образования. И не исключено, что некоторые из этих астероидов являются не просто кусками чего-то там, ну, тела главного астероидного пояса, а, возможно, это и остатки комед, для которых вот такое вот бимодальное строение весьма характерное. Значит, чем интересны астероиды, вот, ну, как бы, что мы видим снаружи? Это огромное количество ударных кратеров, огромное количество. И удивительно то, что на его поверхности очень много камней, очень много песка, пыли, то, что называется реголитом, а образовалась эта пыль, так же, как пыль на Луне, реголитом Луне, это бесконечные удары по поверхности, дравление вещества, и ударника, и в мишень, и некое переплавление, в результате которого образуются вот такие агрегаты, которые называются реголитом. Удивительно, открытие было сделано буквально месяц назад, когда у одного из этих астероидов, астероид вот с таким вот номером, который относится к семейству Атира, его диаметр всего лишь около 5 километров, был обнаружен спутник. Ну, это вообще, так сказать, уникальное явление, спутник 1 километр, 5 километров, само дело, диаметр спутника 1 километр, то есть они, вообще-то говоря, соизмеримы по массе. Вот вы этот рисуночек запомните, потому что мы потом, он нам пригодится. Вот из-за того, что эти тела соизмеримы по массе, они вращаются как единая система вокруг общего центра массы. Вот это мы будем наблюдать еще и на Плутоне, и на его спутнике Харонии. Еще одно удивительное открытие, которое было сделано в январе этого года. Был найден астероид, имеющий вот такую странную поверхность. Он имеет вот такие грани, такое впечатление, что это какое-то железное тело, или, ну, я не знаю, что это за тело, по которому просто вот совершено какие-то уникальные удары, которые образовали вот эти поверхности. Камеры, вот пятна на поверхности определяют как камеры. Ну, вы сами понимаете, что поскольку он только что открыт, вот это 6 февраля 17-го года, то он, конечно, будет исследоваться дальше, но вот такого астероида раньше не видели. Почему так велик интерес к углоземным астероидам? Почему им так уделяется много внимания? Потому что с этими астероидами связано такое понятие, как астероидная опасность. Астероидная опасность вызвана следующими обстоятельствами. Орбиты этих астероидов, а они делятся на некие семейства, вот семейства Амура, семейства Аполлона, семейства Атона, а вот этот вот астероид, он принадлежит к семейству Атира, ну, там еще много семейств всяких. Они имеют орбиты, которые подходят к орбите Земли либо с внешней стороны, либо с внутренней стороны. Ну, семейства Атира, правда, их... Они расположены внутри орбиты Земли. Но, тем не менее, поскольку это малые тела, они испытывают гравосилонное влияние как Солнца, так и Земли. Ну, и опосредственно каких-то других тел. И эти орбиты могут быть очень легко изменены. Никогда нельзя знать наверняка, на какой орбите останется тот или иной астероид и что на него подействует. Вот здесь вы можете видеть вот такая диаграмма относительной скорости сближения. И вот какая наиболее вероятная из тех распределений масс, которые имеются. Это 10 километров в секунду, но это может быть и порядка 30 и выше. Помню, что Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли, помню, со скоростью 20 километров в секунду. То есть, в принципе, конечно, падение одного из таких тел может нанести очень большой урон Земли и, возможно, даже и непоправимый. Поэтому у нас будет отдельная тема на этот вопрос. Поэтому эти все строят на учете, орбиты контролируются, разрабатываются разные способы, чтобы с ними такое сделать, чтобы защититься от них. Ну и второй момент, их можно использовать, то, что называется, народно-хозяйственные цены.